Добрый вечер! Я думаю, что сегодня у нас художники достаточно известны. Я надеюсь, что вы видели замечательную выставку Калдера, которая была в Пушкинском музее. Это художники, которые... И выставка Миро тоже не так давно была в Московском музее современного искусства. Это, в общем, очень знакомые нам персонажи. Это художники. Это довольно редкие случаи достаточно симметричных подобий, потому что они были друзьями, они познакомились в 1929 году в Париже, дружили всю жизнь, находили замечательную историю, что Калдер учил Миро танцевать, а Миро учил Калдера боксировать. То есть это не только... Ну и, естественно, это не суть их дружбы, они действительно те художники, которые находились в постоянном диалоге, цитировали друг друга, учились друг у друга. И когда мы будем смотреть картинки, вы, я думаю, все поймете, что действительно ощущение, что это очень похожие сюжеты, сделанные, правда, в двух абсолютно разных медиа. Потому что Миро – это прежде всего живописец, а Калдер – известнее, прежде всего, скульптор. Хотя у Миро были скульптура, у Калдера была графика и живопись, о которых мы тоже сегодня будем говорить. Ну, помимо, собственно говоря, вот этой биографической и исторической близости, можно сказать, что, наверное, у этих художников есть нечто общее, общий сюжет. И вот этот общий сюжет как раз, наверное, их и делает контрастным. Потому что, собственно говоря, то, с чем работали оба этих художника, это одна из главных, наверное, главных сюжетов живописи искусства начала XX века, первой половины XX века. Это сюжет о том, можно ли внести в живопись движение, можно ли внести в искусство, которое до этого были неподвижными, такие как живописные полотно и скульптура, можно ли их привести в движение, как передать движение. Мы достаточно много об этом говорили на предыдущих двух лекциях, которые были посвящены итальянским футуристам, в том числе, которые как раз этой проблемой движения и скорости, как передать в живописи, как передать эту невероятную изменившуюся скорость мира, передать движение, которое стало главной характеристикой XX века, которые этим занимались. И Калдер нам известен, прежде всего, как скульптор, который внес движение в скульптуру, который придумал кинетическую скульптуру, который стал работать в скульптуре с движением. Миро, как ни странно, говорил о том, что то, что его интересует в живописи, это прежде всего неподвижность. И если мы вспомним, как Миро принадлежал к движению сюрреалистов, и если мы вспомним то, что произошло именно в сюрреализме, это действительно некое, может быть, общее свойство очень разных полотен, очень разных художников-сюрреалистов, будь это Миро, будь это Танги, будь это Сальватор Дали, и нам известный, будь это Магрид, там, Декирикас, которого, в каком-то смысле, который был предсечей сюрреализма. Наверное, главное ощущение, которое есть в полотнах сюрреалистов, это ощущение такой оцепенелости, неподвижности. И, может быть, сюрреализм, который контрастно тому ощущению движения, тому ощущению скорости, которую всеми силами пытались передать живописи их предшественники, будь это итальянские футуристы, будь это некоторые абстракционисты, которые тоже работали с ощущением, как Рабер де Лане, который тоже пытался с помощью цветов передать ощущение движения. И понятно, что вообще эта проблема движения в живописи возникает с начала XX века, с конца XIX века. Собственно говоря, когда появляются движущиеся картинки, когда появляется кинематограф, когда так или иначе и живописи, и скульптуре неподвижно с самого начала приходится себя сопоставлять с этими самыми движущимися картинками, с изображением, которое может находиться в движении. И если первое поколение авангарда, может быть, пытается догнать кино своими средствами, заставить живописное изображение или скульптурное изображение быть таким же динамичным, каким может быть киноизображение, то то, что происходит у следующей генерации, то, что происходит у Декирика и у сюрреалистов вслед за ним, это, наверное, осознание того, что полотно, что живописное изображение неподвижно, что неподвижность – это его постоянное свойство, что неподвижность – это может быть некий его сюжет, это некая его суть. И вот с этой самой неподвижностью работает Миро. Почему работает? Очень интересно, потому что Миро – это достаточно уникальный пример художника-абстракциониста внутри сюрреализма. Вообще сюрреализм – это особенность сюрреализма, наверное, заключается в том, что это может быть единственное известное нам направление XX века, внутри которого уживались и соседствовали фигуративное искусство и абстрактное искусство. Причем более того, как фигуративное искусство мы тоже там, если вспомнить того же Дали, если вспомнить Магрита, то есть это такое достаточно агрессивное возвращение к фигуративности, какой она была в XIX веке, к фигуративности до модернистской, до авангардной, к эллюзионистской. Но при этом наряду с этим возвращением к фигуративности в сюрреализме существует абстракция, и Миро – это как раз такой образец сюрреалистической абстракции. Миро оказывается очень интересным, как бы связующим звеном между самыми разными направлениями XX века, потому что, с одной стороны, понятно, что то, чем он занимается в живописи, идет от Пауля Клея, от Кандинского, от этой линии абстракции, которую можно назвать биоморфной абстракцией. Эту линию Миро связывает с сюрреализмом, как бы с направлением постоянным участником, одним из ключевых фигур, который был. Но именно через Миро, через то, что делал Миро, через его биоморфной абстракцией, полуабстрактной работы, проходит связь между сюрреализмом и американским абстрактным экспрессионизмом, который вдохновлялся идеями сюрреалиста, вдохновлялся идеями автоматизма и бессознательного. И это очень сложно уловить визуально, потому что довольно сложно понять, что общего между, я не знаю, Сальватором Дали и Джексоном Поллоком. Ничего. Но понять, что общего между, что общего между Джексоном Поллоком и Хуаном Миро, и как это связано, и как эти направления связаны и цепляются друг за друга, как раз это довольно очевидно. И что еще интересно в Миро, как мы потом увидим, что он не только повлиял на следующую генерацию художников, он не только повлиял на абстрактных экспрессионистов, но и был достаточно подвижным и открытым человеком, чтобы испытать их влияние. Что довольно это очень интересно, довольно редко бывает, когда художник предыдущего поколения готов испытать влияние своих последователей, измениться под их влиянием. И это всегда очень интересные примеры. И вот мы как раз увидим, когда мы будем говорить о Миро послевоенном. Хуан Миро родился, он испанец, он родился каталонец, он родился в Барселоне. Его родители были такими продвинутыми ремесленниками. Отец его был часовщиком и ювелиром, мать его была из семьи потомственных изготовителей мебели. При этом у него были с детства артистические наклонности, но его родители совершенно не собирались их поощрять и заставили его получить два образования. По первому образованию юридическое и образование, собственно говоря, в школе дизайна художественное. И первое время ему не удалось сразу заняться карьерой художника, поэтому он проработал какое-то время клерком. И эта работа клерком довела его до депрессии, до нервного истощения, после чего все-таки он решил заняться искусством, заняться профессионально, стал посещать Барселонскую академию искусств, получать образование, попал в тот круг художников, которые существовали в то время в Барселоне. И, судя по его ранним работам, стал очень планомерно изучать все то, что тогда было в модернистском искусстве. То есть он изучал кубизм и фабизм. Главные, действительно, очень свежие на то время достижения модернизма, которые, собственно говоря, изучались и потому, что происходило в Париже, получали какую-то адаптацию в искусстве, в восприятии каталонских художников, в восприятии барселонских художников, для которых кубизм был все-таки скорее таким новым академизмом, способом выстраивать новые формы, способом искать новый пластический язык, но совершенно не способом сломать художественное сознание. Поэтому Марсель Дюшанс с его обнаженной, спускающейся по лестнице, для них был все равно безобразием и не искусством. Вот это вот ощущение, что все-таки внутри модернизма есть искусство и не искусство, а для Миро было достаточно дискомфортно, потому что ему как бы академизм кубизма в общем абсолютно не был интересен. А другим, другое, что он изучает, это, естественно, фавизм с его освобожденными, яркими цветами, как бы не связанными, нежизнеподобными. Но интересно, что и из наследия фавизма, и из наследия кубизма, не из наследия, из языка, который тогда еще не был наследием, он был вполне себе живым языком, что у этого всего есть еще третий элемент, третья составляющая – это наивное искусство, которое и, видимо, некое каталонское, испанское народное творчество, от которого Миро берет интерес к орнаменту. И если мы вспомним то, что происходило, вот эти яркие, это не просто яркие цвета фавизма, это еще яркие цвета орнамента. И это ощущение орнамента, и это орнаментальность, наверное, именно в сочетании с интересом к творчеству наивных художников, я думаю, что он вполне знал, что он, скорее всего, знал Анри Руссо. Я думаю, что он, известно, что он изучал, что его очень интересовало на каталонское средневековое искусство, росписи церквей, те же росписи церквей, которые так интересовали Франсисо Пекаби, о котором мы говорили на прошлой лекции. И этот интерес к орнаментальности и к наивному искусству, может быть, дает то, что возникает в самых ранних, вот в тех работах Миро, когда он уже немножко отходит от штудирования кубизма, да, штудирования, и начинает нащупывать свойства или еще совсем не похожий на такого зрелого Миро, которого мы знаем, это то самое ощущение, это ощущение неподвижности, это ощущение того, что все элементы этой картинки слишком тщательно прописаны, чтобы они могли прийти в движение, и что все они являются элементами орнамента, да, элемент орнамента, это как бы они слишком впаяны в этот орнамент, чтобы быть, чтобы пребывать в движении. Они слишком подробно выписаны, они находятся вне времени, так же, как вне времени обычно находятся произведения наивных художников, если вы помните, Анри Руссо, или, если вы помните, Перасмани, да, это такой, это мир без движения, это мир, который застыл вне времени. И вот такое же ощущение, это мир, который настолько остановленный, что в нем можно разглядеть каждую травинку, да, и вот это вот сверхподробное, как бы, письмо, которое свойственно, что не эффект глаз, не эффект зрения, да, то, что мы знаем о мире, мы каждую травинку можно рассмотреть, это свойство наивного искусства, которое миров в своих ранних работах повторяется, да, создавая вот эти самые замечательные орнаментальные композиции, представляющие некую вот эту вневременную Испанию, вневременную Каталонию, в которой он тогда живет и отходит от своей депрессии как раз в провинциальном городе, где находился дом его родителей, по-моему, город, в который он будет возвращаться и работать там на протяжении всей своей жизни, куда бы возвращаться из Парижа, возвращаться из Америки, из Барселоны, вот из всех своих путешествий и странствий. И, как бы, интересно, что элементы кубизма, да, вот этот элемент коллажности, он соединяется с этой орнаментальностью наивного искусства, с этим ощущением как бы застывшего мира, с этим ощущением того, что там можно все рассмотреть, в том числе буквы и рисунки в книге, которые вставлены в натюрморт, и таким как бы главным достижением и самой знаменитой картиной этого периода является вот эта вот ферма, которую он рисует, которая начинает писать в Испании и завершает в Париже, куда он приезжает в 20-21 году, в это время он еще до этого, в конце 10-х годов, он знакомится как раз с Франсисом Пикабе, который в это время жил в Испании, жил в Барселоне, издавал там свой журнал, знакомится с идеями дадаистов, знакомится с каким-то как бы другим авангардом, следующим за, все-таки очень академическими, на глазах академизирующимся кубизмом и решает отправиться в Париж, где он завершает эту работу, работу, в которую он рисует, как бы увозит с собой вот эту Испанию, остановленную во времени, вписанную в рамы, в которой есть, в которой эта испанская ферма соседствует с изображением французской авангардной газеты, и эта работа как бы знаменита еще в том числе тем, что ее купил Хемингое, купил в 20-е годы, еле-еле, найдя на нее деньги, потому что все были очень небогаты, как тогда, как вы все помните прекрасную историю Хемингоя, вот про этот Париж, в котором вечно хочется есть, и вечно ни у кого нет денег, и при этом он все равно понимает, что Миро еще более бедный, и что с ним нельзя торговаться, и находит возможность купить эту картину, и описывает ее Хемингое, большой поклонник Испании, описывает, что это как раз то самое ощущение от Испании, что эта картина передает сразу два ощущения, ощущение от Испании, когда ты в ней находишься, и ощущение от Испании, когда ты далеко от нее и понимаешь, что не можешь там оказаться всю секунду, хотя тебе этого очень хочется, и вот это не совсем искусствовеческое описание но очень красивое описание создающая передающие вот это ощущение замкнутости до этого мира который одновременно абсолютно вот до каждого до каждого листика на дереве прописан и при этом абсолютно помещен в раму и неподвижен и заморожен вот и и абсолютно и переполнен всеми возможно всеми возможными деталями и элементами но как бы в париже стилистика мирон начинает резко меняться он знакомится с авангардными художниками того времени попадает он в круг близкие тадаистом и сюрреалистом знакомый он делит мастерскую с андре масоном художником который одним из первых стал автоматичный автоматизм вот этот вот главное главное свойство сюрреализма применять не в литературном письме а в рисунке масон создает автоматическое рисование вот знакомиться с поэтами с тристаном царес да да и основоположником да и знакомиться в конце концов с андре бретоном и начинает как боись как бы эстетика его абсолютно эволюционирует потому что вот этот самый мир который был абсолютно сцеплен да вот это единством орнамента который где вот иголку нельзя просунуть да все 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 связано в эту вязь орнамента начинает становится все более и более раздробленным да начинает становится все в нем появляется воздух он начинает как бы дробиться распыляться на различные детали каждый предмет становится автономным все они пребывают в неком пустом пространстве да в некому и даже самые обыденные вещи обретают ту магию да это немножко похоже на то что на метафизическую живопись на немножко похоже на то что моранди делал где каждый предмет загадочен силу своей абсолютной автономности тем что он вроде бы с теми предметами с которыми находится рядом никак не связан да что любая что что они как каждый из них самостоятельен и из и как бы в этот мир который становится все более и более воздушным это мир который становится все более и более невесом вообще если описывать эволюцию миро то это как это постоянное изменение гравитации его полотен то вот это начинается с очень плотных как бы слишком будет как бы бесконечно весомых плотных работ первого периода потом возникает сюрреалистический как бы в период сюрреалистические это как картина написаны за год до собственно объявления сюрреализма как их как движение и возник и они становятся все более и более воздушными да все более и более невесомыми и если говорить о как бы вот эти все отдельные предмета как который попарят в некое в некой невесомости которых которых который больше никакая сила тяжести не удерживает вместе и так возникают собственно говоря те сюрреалистические полотна миро сюрреалистический полотна которые написаны тоже с применением некого автоматизма, что он идёт всегда от какого-то первого импульса, что это может быть капля воды, что это может быть пятно на холсте, что это может быть звук упавшего камня. И от этого первого импульса запускает автоматический процесс автоматизма, ассоциативный процесс, который начинает создавать эти работы, создавать эти произведения, которые, собственно говоря, в сюрреалистическом духе назывались как действительно ландшафт и сновидений. Ландшафт и сновидений, которые становятся, что в них происходит вместе с этой утратой силы тяжести, с исчезновением гравитации, исчезает фигуративность. Эти работы становятся как бы абстрактными, при том, что Мироне, когда себя абстракционистом не называла, не считала, и у любого образа всегда есть некая отсылка, что любая линия, любая форма на картине к чему-то отсылает. Здесь вполне есть пейзаж, здесь вполне есть какие-то существа, которые его населяют. Вот этот самый каталонский крестьянин с трубкой, с треугольником, который как бы обозначает его голову и который отсылает к треугольному колпаку, который он носил в традиционном головном убору каталонцев. То есть это мир, который, это привычный мир, но мир, который подвергся вот этому удивительному распылению. И вот эти распыленные, вот этот каталонский крестьянин, над которым остается все меньше и меньше деталей, остается этот колпачок и трубка, но который все равно, но все равно это та же фигура, которая будет постоянно повторять свою меру, которая будет постоянно населять его меру, пребывать в этом мире. И еще более интересным образом распыляются. Женские фигуры тоже на одни и те же составные, где всегда есть сердце, где всегда есть обозначение половых органов, где есть ухо, где какие-то остаются, где есть грудь считываемая, где все время, ну, это такой ребус, да, и это ребус, который устроен еще как разобранный механизм. Естественно, Миро знает о Марселе Дюшане, они все, это все один круг художников, и это все один круг сознания, да, и работа Миро, его представления человеческой фигуры очень напоминают, естественно, большое стекло Марселя Дюшана, их тоже можно представить как некий механизм, да, что, ну, если у Дюшана это как бы механизм, который воспроизводит человеческие аффекты, не будучи при этом антропоморфным, и не повторяя при этом форму человека, то у Миро это некое человеческое существо, которое разбирается на эти самые удивительные какие-то составные элементы этого механизма, которые распыляются вот в этом вот невесомом, абсолютно лишенном гравитации пейзажа, и превращаются вот в какие-то удивительные механизмы, скорее всего, движущиеся, да, потому что если говорить о неподвижности, той неподвижности, которая интересовала Миро, то это не неподвижность оцепенения, да, это не неподвижность вот этого замершего времени и выкачанного воздуха, который есть в работах Декирика и который есть в работах Сальватора Дали, там, где Дали продолжает Декирика, это скорее ощущение некой подвешенности, да, что это как бы некая невесомость, в которой все вдруг взлетело в воздух, и там в этом воздухе зависло, и там осталось в этом ощущении подвешенности, где только единственное, что есть, может быть, это дуновение ветра, это действительно какие-то воздушные колебания, и эта подвешенность, вот эта неподвижность, это то, что все эти разрозненные элементы еще удерживают вместе, да, потому что если что-то изменится, то оно все вообще разлетится в разные края, да, что этот образ, который еще хоть как-то можно там угадать, он еще пока что удерживается. Работы Миро мне немножко напоминают, как ни странно, картины Арчембольда, да, вот эти удивительные портреты, да, удивительные человеческие фигуры, составленные из самых разных элементов, они могут там из книг, из плодов, из овощей, из снопов зерна, из чего угодно, которые, если вы их помните, не составлены вместе, да, их нельзя так составить, чтобы написать с натуры это изображение, они удерживаются вместе только, собственно говоря, силой взгляда живописца, и они не могут так сказать. И точно так же какой-то силой взгляда удерживаются вместе вот эти все, как бы эти элементы картин Миро, которых до какого-то момента можно угадать фигуры, да, потом все-таки они распадаются вот в эти самые замечательные синие сновиденческие работы, серию, как бы, где такая прекрасная работа, где уже совсем ничего, где только пятно света осталось, где абсолютная вот эта воздушная распойка, где вся материальная реальность, все весомое, все обладающее силой тяжести, исчезло, осталось только одно синее пятно, под которым написано «Это цвет моих сновидений» и фотография. Известная работа, сделанная в 1925 году и предвосхищающая, собственно говоря, полотна Магрита, потому что, по-моему, первое полотно Магрита с надписями и с облачком появляется, будут на четыре позже, где осталось только воображение, осталось только называние вещей, уже предметов нету, ничего материального нету, остались только их имена, и то эти имена очень смутные. И удивительно, что, собственно говоря, действительно цветом снов оказывается синий цвет неба, цвет дневного неба, а не ночного небосноведения. И вот эти синие полотна, синий цвет снов у Миро будет возвращаться довольно часто, хотя у него тогда же появляются достаточно темные работы, где все эти элементы уже связаны, опять-таки, словом связаны, названием, и то, что происходит в этом мире, там происходят у них какие-то явно эротические игры, так же, как эротические игры происходят в абстрактном, большом стекле Марселя Дюшана, и «Рождение мира», вот такая вот история, в которой так и хочется увидеть какие-то деления клеток, что там может происходить, при этом, скорее всего, является еще и отсылкой к знаменитому скандальному полотну Курбе «Происхождение мира», на котором изображен женский парт, и этот треугольник, конечно, отсылает еще и к этому самому происхождению мира Курбе, является символическим изображением женских половых органов, как можно предположить, и как сложно было бы не предположить, говоря о фрейдистском насквозь сюрреализме. И только какие-то… Потому что действительно все равно вот эта отсылка к биоморфности, отсылка к человеческим, к интерпоморфности всегда будет существовать. Будет существовать рука, например, которая позволяет эту странную конструкцию, удерживаемую силой, взглядой, силой воображения, как некое единое тело, опознать как человеческую фигуру. Класс. Сердце, да, всегда сердце будет пребывать. Здесь эта как бы перчатка какая-то, рука, которая вполне уже почти отделилась, всегда будет нога. Вот эта вот огромная нога, как бы привязанная к земле, которой уже нету к земле, которая ушла из-под ног. Помните, такие же огромные ноги будет рисовать Пикассо у своих испанских крестьянок, да, такие же гипертрофированные. Вот эта нога тоже будет, которая будет просто превращаться в одного персонажа. И здесь в этих работах Миро все-таки, где абстракции снова на каком-то другом витке приходят к этому, к фигуративности, где возникают такие почти мультипликационные персонажи. Да, вот эта вот самая собака, лающая на луну, это какой-то почти диснеевский персонаж, да, по своей забавности, по своей динамичности. И, может быть, в этих работах как раз есть ощущение движения, движения как того, что делает эти фигуры живыми, что делает их может быть не всегда антропоморфными, но вполне ощутимо же живыми. И вообще-то то движение, которое было в абстракции Пауля Клея, которое он описывал как линию, вышедшую на прогулку, линию, отправившуюся в движение, и то же самое ощущение как и у Клея, и у позднего Канзинского, с которым Миро тоже был знаком, в том, что абстракция – это не мир чистых форм, это некий, это не мир, который ничего не представляет, это наоборот, это просто мир, который так устроен, это мир, в котором обитают точки, пятна и какие-то еще странные существа, которые из этих точек и пятен складываются. И дальше задача зрителя, задача действительно, это то, что можно сделать, наверное, только в сновидении или еще в каком-то опыте, да, это попытаться спроецировать себя в этот мир, спроецировать себя в мир, в котором обитают вот такие вот существа, которые только-только были пятном, и уже из этого пятна эволюционировали некое живое существо. Каково оказаться в этом пространстве, каково оказаться одним из таких вот созданий, каково, и поэтому это пространство всегда маркировано как пространство, оно всегда обозначено как пейзаж, это всегда тот пейзаж, в котором можно себя спроецировать, что и предлагает, как некую совершенно головокружительную приключение, живопись мирой, как бы вот это то приключение, которое предлагает сюрреализм, это всегда отправиться в некий удивительный мир и попытаться понять, каково в нем быть и как он устроен. Он устроен по другим законам, да, по другим, в том числе законам вот этой самой гравитации, которая у мира абсолютно по-другому устроена. При этом, опять-таки, конец 20-х годов что-то немного меняется, этот мир снова начинает быть, снова начинает уплотняться, снова начинает тяготеть к орнаментальности. На этот раз это орнаментальность, это серия работ голландских интерьеров, вдохновленная классической фламандской живописью, да, действительно, интерьеры. Миро работал по открыткам, по репродукциям картин, которые он пытался, которые он превращал, вот он трансформировал в такой вот набор удивительных элементов, да, которые как бы сновиденческие, где при этом тоже все читается, там есть стол, есть персонаж, есть гитара, есть собака, которая, или кошка, да, как бы абсолютно все элементы этого жанрового полотна сохранены, но находятся они вот в этом самом удивительном сновиденческом мире, где они все превратились во что-то другое и опять-таки утратили силу тяжести. Это конец 20-х годов, и в 28-м году как бы Миров внезапно говорит, что он бы хотел закончить живописью, что надо убить живопись, что надо сломать, надо разбить, наконец, гитару кубистов, потому что как бы надо заняться чем-то другим. И он в этот период, он как бы, опять-таки это то, что происходит у сюрреалистов, это то, что происходит в искусстве того времени, гораздо раньше, как бы примерно в то время, гораздо раньше, да, заканчивает живописью Марсель Дюшан, который начинает делать какие-то, совершенно по-другому делать искусство, совершенно по-другому осмыслять творческий процесс как таковой. И в это время Миро делает вот такие удивительные серии объектов, коллажей, чего-то такого, для чего еще нету названия, как бы где как раз, которые все, многие из которых построены как раз вокруг истории про движение, что такое движение. Вот эта работа называется «Портрет танцовщицы». И, судя по всему, это легчайшее перо, которое в нем находится, все-таки может прибывать, как бы оно может пребывать в движении. Идивительная работа 1928 года, которая абсолютно предвосхищает то, что в 70-е будет делать Ребекка Хорн, причем довольно близко к тексту. Там возникают коллажи, возникает вот эта самая взвесь предметов, которые до этого существовали на холстах и образовали некое единство, теперь превращается в весь реальных фрагментов, вот этот фрагментированный мир, который уже существует на коллажах, существует в виде реальных фрагментов, в виде вот этого самой абсолютной фрагментированности и распыленности, которая здесь распыляет и фрагментирует, собственно, картину как таковую, собственно, полотно, как последнее, некое живописное и художественное целое. И коллажами Миро занимается, различными объектами до 30-х годов, и в этот момент действительно у него были какие-то замечательные тексты про то, что, может быть, вообще можно перестать заниматься живописью и довольствоваться только тем, чтобы рисовать на песке, наблюдать дым сигаретам, потому что это движение, то, что существует в живописи, может быть просто частью некого реального пространства. Тем более, что мир в это время... И поэтому, когда он возвращается к живописи, это опять-таки живопись, которая становится более темной, более плотной, более материальной, гораздо менее воздушной и фронически сновиденческой, чем работа 20-х годов. Происходит это все на фоне гражданской войны в Испании. Это довольно мрачный период. Это период, в котором, чем плотнее, чем материальнее, чем живее, трехмернее и весомее становятся персонажи на полотнах Миро, тем более зловещими и угрожающими они выглядят, тем более они, конечно, забавные, они гротескные, но при этом там вполне такая монструозность начинает проступать. И работа, которую он делает, тем зловещей оказывается, как бы мрачнее становятся сюжеты. И, может быть, самая его, как бы тем страннее, тем страннее описывает он сам себя и то, что происходит у него в голове. Это удивительно, что портрет. И самая его фигуративная работа, может быть, самая фигуративная, которую он создавал со времен каталонского периода, со времен фермы, она же выглядит наиболее мрачной. Его работа, это 1937 год, эту работу называют «Герникой Хуана Миро», потому что это работа, которая по сюжету своему представляет абсолютно такой шаблонный натюрморт, в котором есть бутылка, яблоко, кусок хлеба и старый ботинок, который отсылает к ботинкам Ван Гога. Ван Гог тоже один из любимых художников юности Хуана Миро. Но при этом все это складывается в такой совершенно апокалиптический пейзаж после битвы, где эта вилка вгрызается в это яблоко гнилое, где бутылка выглядит как дом после бомбежки, где этот материальный мир, как бы узнаваемый материальный мир, возникает только в момент, когда он обречен на исчезновение, возникает только за минуту до того, как он превратится в руины. И Миро участвует в знаменитом павильоне республиканской Испании на Всемирной выставке 1937 года. Испания, которая воюет с Франко, которая там наполовину захвачена, и при этом ее республиканское правительство делает павильон на Всемирной выставке, павильон, на котором как раз была представлена Герника Пикассо, и на котором была представлена несохранившаяся, к сожалению, фреска Миро и работа Калдера, о которой мы будем говорить о Калдере. То есть они как бы участвовали в одной выставке. И как бы во время войны Миро живет во Франции, во Франции как бы и уже из Франции как бы уезжает какое-то время, он живет в Нормандии, в таком, не в эвакуации, но в каком-то там на тот момент самом безопасном месте, где еще, по-моему, там живет, Кандинский, маленький городок, в котором все время, в котором и там Миро начинает делать вот такую удивительную серию гуаши. Это достаточно маленькие работы гуаши, которые называются «Серия созвездия». Серия, в которой как раз серия, которая была вдохновлена тем, что игрой света на воде, потому что это около моря, и как по одной из версий тем, что в этом месте во время войны периодически отключали свет. И в этой темноте становились и видны созвездия, становилось и видно звездное небо, которое мало кто из нас привык созерцать, когда у нас есть цвет, и когда мы не оказываемся в темноте. И вот это ночное небо порождает новую серию абстракций, где есть и вот это самое синее небо сновидений, которое есть у Миро, где есть, на котором возникает созвездие, есть действительно некое ночное небо. Конечно, это работы некого, от нас самых знаменитых по названию работ, это лестница побега, лестница бегства, это некий мир, который другое бегство от ужасов, но скорее попытки нащупать другой миропорядок, более общий, чем тот хаос, в котором ты оказался. Что-то, что за этим хаосом стоит, вот этот удивительный мир, который тоже оказывается миром орнамента, миром вот этого побега. И если говорить о неподвижности в работах Миро, у него он дает замечательное определение, что такое неподвижность. Неподвижность – это вторжение бесконечного в конечное, потому что то движение, то движение, которое мы знаем, то движение, которое пытается передавать искусство, это движение, у которого сначала и конец, вот эта скорость, которую передают гоночного автомобиля, или поезда, который так увлекал футуристов, этот автомобиль или поезд, в конце концов, затормозят и остановятся. Это конечное движение. Но когда это конечное движение прекращается, когда это конечное движение останавливается, когда возникает неподвижность, можно почувствовать некое другое непрекращающееся бесконечное движение, движение Вселенной, движение, которое никогда не прекращалось, как бы движение мироздания, которое нужно передать. Но передать его можно через это вторжение неподвижности и остановки в мир, который переполнен движением. И в этих работах, в этих созвездиях мира, наверное, возникает вот это ощущение некой остановки как конечного ощутимого нам движения, как выхода вот в это самое движение мироздания, некое вечное, в котором мы никак не участвуем, движение, которое с человеческой точки зрения похоже на неподвижность. И именно вот это ощущение он и пытается передать. В 40-е годы он все-таки оказывается в Испании, продолжая там достаточно успешно заниматься искусством. В 41-м году проходит его первая выставка в Нью-Йорке, в 47-м году ему наконец удается в эту Америку отправиться. И еще один этот скачок – это опять более плотная живопись, это опять изменение гравитации, это живопись, в которой появляется вот это самое ощущение живописи действия. Потому что, скорее всего, он, судя по всему, встречался с Поллоком, он, скорее всего, знал, и, скорее всего, видел, как та линия, которая шла от Миро, которая шла через Арчилу Горки, пришла к Поллоку и к американской живописи действия, он увидел, как она развивается, и подхватил ее, потому что то движение, которое появляется сейчас, это, наверное, впервые прочитываемое в картинах Миро движение, собственно говоря, действие, которым эта картина создана, движение кисти. Это картина, которая создает как бы некие взвешенные элементы, которые сами собой застыли в этом воздухе. Это что-то, что было сделано с усилием, поэтому возникает ощущение, потому что поэтому работы этого периода начинают отсылать к письму, к иероглифике и граффити, и к настенной граффити, и к некой наскальной первообытной живописи, первообытности, которая Миро всегда интересовала, и к таким вот иероглифическим композициям. А при этом, как бы, вот такие уже в 60-х годах, где это явно уже некая иероглифика, и жест, и живопись действия, которые, то, что позволяет Миро создать, может быть, одну из самых удивительных своих серий того времени, что вся такая серия синяя, вот тут опять этот самый синий цвет снов, синий цвет мечтаний, одна из самых минималистских его работ, опять-таки, как раз именно после посещения Америки у него меняется, начинается дать огромная работа. Тот масштаб живописи, который существовал в американском искусстве, до этого не существовал в европейском. И он начинает работать триптихами, триптихами, которые оказываются уже пространством, впускающим в себя зрителя, пространством, которое организовано так же, как живописное пространство в абстрактном экспрессионизме. Вот такая знаменитая. Это синевал, который уже действительно след некого движения, след некого действия. И такие уже совсем минималистские, почти монохромные работы, которые он создает, с одной единственной чертой, с одним единственным следом, который проведен рукой, скорее, чем с изображением, начинает экспериментировать с масштабами, с этой самой плотностью и грубостью граффити наскального рисунка в 60-е годы, с тем ощущением, достаточно тревожным, который и детское искусство, и искусство и аутсайдер-арт, и искусство душевнобольных, которые он исследует, тоже вполне одновременно с тем, как это искусство исследуют уже, например, художники группы «Объединение Кабра». То есть он идет абсолютно вровень со своими более юными современниками, более молодыми следующей генерацией, исследуют самые разные другие медиа, самые разные другие форматы, создают всю историю с письменностью, всю историю, опять-таки с тем, как в эту живопись опять появляется этот воздух, опять появляется невесомость, опять появляются следы в невесомости, и реагирует на события, которые происходят в то время, он реагирует на 68-е годы, он создает вот эту работу, посвященную Парижскому маю 68-го года, и создает ее как раз через язык граффити, через язык надписи на стене, которая едва ли не самая знаменитая, что есть, помимо фотографий, граффити 68-го года, создает иероглифику, общается с американскими художниками, с Мазровалом, с теми, кто с этим работает в то же время, и создает вот такой совершенно потрясающий триптих из пустоты, из как бы таких следов чего-то, огромный, из фейерверков, тут очень похоже на то, что в то время делает уже на совсем следующем витке художества, то, что делает Сайта Омбля, и экспериментирует со всякими неожиданными, вот такой вариантом сверхживописедействия, сожженные холсты, картины, которые буквально прожжены, дорисованы, и создают вот такие всякие удивительные пространственные композиции, в которых при этом заложен этот элемент разрушения, из которого они создаются, возвращается к коллажам и объектам, и через эти коллажи и объекты возвращается, как ни странно, довольно много занимается с декоративно-прикладными форматами, он делает керамику и делает гобелены, и вот этот вот, не знаю, гобелен, как это можно назвать, огромный, был сделан для Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, и, собственно говоря, 11 сентября погиб. Это одно из самых ценных произведений, которые погибли в этой, были уничтожены. И начинает делать скульптуры, в общем-то, такие монументальные скульптуры, не объектики, а вот такую монументалку, монументалку, которая выглядит, на мой вкус, довольно устрашающе, потому что это, вот, все это, как бы, что происходит, когда персонажи из этого сновиденческого мира, с другой гравитацией, с другими какими-то, с другим временем, с другой длительностью, вторгаются в наше реальное пространство, когда он может с ними столкнуться, как они выглядят, какого они размера по отношению к нам оказываются, на самом деле. И персонажи, в которых есть и ощущение игрушечности, и ощущение монструозности, да, как вот вторжение персонажей из сновидения в реальный мир, это вот те скульптуры, с которыми Миро работает. И, может быть, одно из самых его, не самых, как бы, легких для музеифицированных, но самых интересных проектов того времени, для Миро довольно много работал со сценографией, еще с 20-х годов, он, по-моему, в 20-е или в 30-е годы вместе с Максом Эрстом делал дизайн, сценографию для одягилевских балетов. Вот, и к сценографии, к работе с театром он возвращается в 78-м году, когда он для испанской авангардной труппы Лак-Лака делает вместе, как бы, марионетки, да, костюмы, статуи, я не знаю, как это назвать, в общем, они делают, вместе создают спектакль, который является реинтерпретацией пьесы Альфреда Жарри «Король убил». «Король убил» — это Альфред Жарри, один из тоже таких культовых персонажей, французский писатель, притеча сюрреализма, собственно, сюрреалистами возведенный в жанр культового. «Король убил» — это пьеса о сверхтиране, сверхтиране, который настолько тиран, что он даже не понимает, что он делает, что он настолько исполняет все свои мальчины. Это фарс, эта пьеса написана для школьного театра. Вот такая фарсовая пьеса про сверхтирана, которая одновременно такой большой ребенок, не понимающий чудовищности своих действий. И в этом спектакле эта пьеса рассказывается еще языком каталонских сказок, каталонского фольклора. И мы сейчас посмотрим, наверное, кусочек. Первое видео покажите, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok И как, собственно говоря, может выглядеть оживший мир Миро, как бы оказавшийся в одном времени пространстве и плотности. Александр Калдер – следующий наш герой сегодняшний, американский скульптор. Скульптор, можно сказать, потомственный. Вот так выглядит работа его деда Александра Милана Калдера, которая украшает крышу ратуши в Пенсильвании. Это такой, ну, как бы, американский суперакадемизм помпезный. А так выглядит детская фигурка. Это, собственно говоря, работа отца Калдера, который своего сына изваял, когда сыну было года четыре. А то, что мы… А вот эта фигурка рядом – это то, что в том возрасте… Это первая скульптура Калдера, которую сделала в том возрасте, слепив из глины фигурку слона, которую родители, видимо, все-таки догадались отлить в бронзель на будущее. Ну, вот с таким бэкграундом потомственного скульптора Александр Калдер, с детства делавший вот такие фигурки, это тоже детские его вещи, при этом абсолютно не намеревался стать скульптором. Он, видимо, именно потому, что то, что его интересовало, абсолютно не ассоциировалось с той скульптурой, которую делали его дед и отец. А его скульптура, естественно, неподвижна и монументальна, потому что то, что его интересовало с самого детства, он был таким интуитивным изобретателем. И вместе там с другом своего отца они там сооружали механические игрушки, игрушечные поезда движущиеся. Там он бесконечно мастерил что-то для своей сестры, делал украшения для ее кукол, придумывал какие-то вот штуковины. И поскольку его штуковины интересовали гораздо больше, чем, собственно говоря, скульптуры, которые вокруг него были, вот те скульптуры, которыми занималась его семья, он решил учиться на инженера. И первое образование, которое он получил, и первые работы, которые у него были, он получил инженерное образование, работал по специальности какое-то время, работал механиком на корабле, работал чертежником в компании Эдисона. То есть, как бы, и при этом через какое-то время все-таки почувствовал неодолимую тягу заняться все-таки искусством. Но начал он с живописи и с рисунка. И как бы, как бы, такие ранние его работы. И в качестве рисовальщика и живописца он тоже вполне был, как бы, он был одной из первых работ, которые он получает. Он иллюстрировал, делал иллюстрации для газеты, национально-полицейской газеты. И в качестве такого вот рисовальщика-репортера он начинает рисовать цирки. Такие знаменитые американские бродячие цирки, цирки Барнума, вот эти легендарные цирки, которые тогда еще, в общем, вполне вовсю существовали в Америке. Эти цирки его бесконечно интересуют. И из этих самых историй про цирк возникает первая и, может быть, самая удивительная работа серии «Калдер». Он начинает делать первую свою серию, посвященную циркачам и акробатам. Это скульптуры, сделанные из проволоки. Если это можно назвать скульптурой, потому что, собственно говоря, «Калдер» никогда себя не называл скульптором. Он называл себя художником, рисующим в пространстве. И вот эти самые проволочные скульптуры, изображающие циркачи, изображающие ту завороженность движением и точностью движения, которая должна быть в цирке. Потому что это тоже механизм, если этот механизм не сработает, и они друг друга не поймают, то кто-то из них погибнет. Поэтому должно быть ощущение бесконечной сцепленности всех движений, которые «Калдер» увлекают. Есть огромная мифология цирка, которая тогда существует в искусстве, и тогда тоже вполне себе была популярна. И из этих фигурок циркачей, из этой истории про цирк, «Калдер» делает свой первый проект. Он делает огромный проект вот такого вот цирка со всеми персонажами, которые в нем существуют, цирка, состоящего из механических игрушек. Делает это «Калдер» в Париже, куда он все-таки, намереваясь стать настоящим художником, попадает в 1925 году. И тоже знакомится со всеми, с кем полагается знакомиться, с Дюшаном, с Мондрианом, с Пикассо, со всеми. Но при этом он начинает не только заниматься искусством, но пытается найти способ заработать себе на жизнь. И знакомится с предпринимателем, который ему предлагает делать заводные игрушки, механические игрушки. И «Калдер» начинает делать эти игрушки, ужасно увлекается, предприниматель за это время куда-то исчезает. А «Калдер» делает огромный проект, цирк, с кучей заводных всяких. Это целое представление, которое он показывает как представление. Цирк умещается в пяти чемоданах плюс граммофон, который обеспечивает музыкальное сопровождение. И «Калдер» показывает этот цирк в Париже. На эти представления ходят все, от знаменитых художников до знаменитых циркачей. Представитель французской уже цирковой династии, знаменитой Фрателлини, приходит и заказывает ему игрушечную собаку, которую он потом выгуливает, ходит с этой собакой. И этот цирк оказывает, как ни странно, почти вопреки интенциям «Калдера», оказывается, собственно говоря, произведением современного искусства, которое вызывает восхищение у художников. Покажите, пожалуйста, второй фрагмент. Этот цирк существует в различных записях. Собственно говоря, самая знаменитая запись, это, конечно, не запись 20-х годов, это запись уже, по-моему, 60-х годов, где «Калдер» этот цирк демонстрирует. «Калдер» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Вы знаете, где это найти. И, собственно говоря, удивительный колдеровский перформанс, оказывается, абсолютно попадает в контекст современного авангарда того времени, попадает интересам к низовой культуре, к тому же самому цирку, интересам к изобретательству и к движению, и к механизмам, и интересам, собственно говоря, к этому движению, которое Калдер таким образом впервые вносит в скульптуру, в объекты. Более того, он придумывает скульптуру как перформанс, перформативную скульптуру или перформативные объекты. И поэтому он это не делает как искусство, но достаточно быстро понимает, как он потрясающе угадал. И также не совсем как искусство начинает делать вот эти проволочные фигуры. Проволочные фигуры, которые двигаются, которые существуют как бы на подвесках, которые подвижны, которые тоже делаются как перформанс, потому что Калдер мог прийти на вечеринку и сделать на месте проволочный портрет каждого. Делать это так, как делается набросок со скоростью рисунка. И идея делать эти проволочные фигуры у него возникла, потому что, собственно говоря, когда он был рисовальщиком и иллюстратором в газете, он умел сделать рисунок одной линии. И вот этот самый, как бы любой сюжет, вот этот самый рисунок одной линии превращается в эти портреты, в эти замечательные проволочные скульптуры, которые он делает, как портреты на вечеринках и просто как скульптуры, скульптуры, которые он сам сравнивает с футуристами, с идеей футуристической симультанности, где изображение должно быть неплотным, через изображение должно быть видно другое изображение, и которые можно сравнить, как фигурки, которые сделаны для того, чтобы висеть в воздухе. Соответственно, когда они висят в воздухе, когда они подвешены, они все время колеблятся, они все время находятся в движении, и любая такая вещь состоит, естественно, из изображения, из самой этой фигуры, из ее тени. И вполне возможно, что Калдер дружил с Марселем Дюшаном. И вполне возможно, что, собственно говоря, эта идея работы, которая состоит из произведения, из тени этого произведения, возникает из дюшановских опытов, у которого и сушилка для бутылок, и вешалка, да, все эти радиоиды висели в воздухе, отбрасывали тени, состояли, собственно говоря, из объекта и его тени. Их соотношения, которые все время меняются и пребывают в динамике, вот такие работы начинает делать Калдер, которые как бы не скульптуры, которые действительно рисунок, висящий в воздухе, рисунок, который висит в пространстве. И пока что это работы фигуративные. Это, как я говорила, с проволокой он работал еще с детства, когда он делал из проволоки украшения для кукол своей сестры. И, собственно говоря, надо сказать все равно, что украшения он делал всегда. Вполне успешный ювелир. И, может быть, если говорить о таких ювелирных и светских увлечениях Калдера, который мог дарить эти проволочные портреты друзьям на вечеринке, может быть, одна из таких самых удивительных проволочных предметов – это вот такое вот изголовье для кровати серебряное, сделанное по заказу Пегги Кукенхайм, и находящееся сейчас, естественно, в фонде Пегги Кукенхайм в Венеции, как это выглядело, и совершенно не ассоциирующийся с таким классическим Калдером, но, тем не менее, очаровательная дизайнерская работа. Но, собственно говоря, это примечание, очень красивая фотография, не могу на ней показать. А в 30-е годы у Калдера появляется, еще раз меняется его восприятие. Во-первых, он понимает, что он хочет заниматься искусством, во-вторых, он понимает, что он хочет заниматься абстрактным искусством. И идея обратиться к абстракции, он приходит после того, как он в 30-м году побывал в мастерской Пита Мандриана, знаменитой мастерской, которая была, парижской мастерской, для которой Мандриан сам придумал дизайн. И это само пространство, которое выглядело как мандриановские картины, потому что стены там были украшены вырезанными из картона квадратами локальных мандриановских цветов. И когда Калдер туда приходит, его поражает не столько живопись Мандриана, сколько само это пространство его мастерской. И он спрашивает Мандриана, а почему бы вам вообще все эти квадраты, прямоугольники, которые вы изображаете, пишете на своих полотнах, почему вам их не делать автономными, почему вам их не вырезать и не переставлять? Может быть, каждая картина Мандриана, может быть, каждая ваша картина могла бы быть динамичной, можно было бы переставлять эти решетки и элементы. На что Мандриан говорит, что ему это абсолютно неинтересно, и что его живопись и так достаточно быстрая. А у Калдера возникает идея динамических композиций. И тогда возникает идея, какой абстракцией он бы хотел заниматься. И тогда он начинает изготовлять те же самые... У него возникает короткий период, когда он делает те же проволочные скульптуры, но делает их заводными. Вот в этом аквариуме там есть ручка, которую можно крутить, и тогда эти рыбки начинают плавать в нем. Но, собственно говоря, это первые механические, кинетические скульптуры. И такую же механическую он делает абстракцию. Вот композиция, условно говоря, не Мандриана, может быть, даже Малевича, которая может прийти в движение. Она заводная, это заводные картины. И в 30-е годы Мандриан делает... Калдера, извините, делает целую серию таких заводных абстракций, механических абстракций. Но, собственно, идея заводной абстракции, механической абстракции, его довольно быстро утомляет, потому что он говорит, что он в каком-то из позднейших интервью, он говорит, что их надо было слишком часто чинить. Все время ломался мотор. И тогда он придумывает свои знаменитые мобили, произведения, абстрактные композиции, которые двигаются сами по себе, потому что они подвешены на веревочках, они висят в воздухе, они абсолютно непредсказуемы. Интересно, что сам термин, как само это название мобили, который мы все знаем, Калдеру подсказал Барсель Дюшан. И вообще в этой идее мобили, в ней что-то есть неистребимо дюшановское, потому что, собственно говоря, как и Дюшан, как и дадаисты, Калдер начинает работать не только с движением, и не только с динамикой, он начинает работать с элементом случайности. Это работы, которые зависят от движения ветра, зависят от того, открыто или закрыто окно, каким образом подул ветер, как они изменились, что с ними происходит. Это действительно те произведения, которые, может быть, в большей степени, чем какие-либо еще, работают не только с движением, но и работают с элементами случайности. Это произведение, которое, наверное, довольно сложно дважды увидеть одинаковыми. И вот с этим элементом случая Калдер начинает работать, не просто осмысляя механизм случайности, а действительно изобретая его как механизм. Потому что он действительно не только художник, а такой тип художника-изобретателя. Именно в качестве изобретателя и инженера он получает свой первый официальный заказ на публичное искусство. Вот заказ от того же самого республиканского правительства Испании для все того же павильона, где у нас Герника и Миро, павильона республиканской Испании на всемирной выставке в Париж 1937 года. И получает, причем он получает заказ на достаточно странное произведение. Ему предлагается сделать его как инженеру. Кураторы этого павильона решили, что там должен быть ртутный фонтан. Почему ртутный фонтан? Что это за странная идея? Ртутный фонтан – это… Ртутные фонтаны были в средневековой… Исламской Испании. Это были в мавританских замках. Были такие фонтаны, в которых вместо воды текла ртуть. И идея сделать ртутный фонтан для павильона во всемирной выставке 1937 года возникает еще не только как отсылка к этой традиции, достаточно экзотической работы с опасным металлом жидким, который вместо воды течет, но и как реакция на непосредственную злобу дня. Потому что именно город, в котором были самые большие в мире чуть ли не ртутные рудники, захватывают силы Франка в этот момент. Соответственно, чтобы отметить это событие, эту трагедию, и чтобы вспомнить эту традицию мавританской Испании, достаточно странную, экзотическую, решать, что там должен быть ртутный фонтан. Но при этом архитектор павильона, когда он видит тот ртутный фонтан, тот проект, который он присылает, говорит, что это никуда не годится, потому что это очень неинтересно с пластической точки зрения. И тогда Миро знакомит с этим архитектором Калдера, который, по идее, не должен был участвовать в этом павильоне, потому что он не испанец, он американец. И ему, как инженеру, поручают сделать такой ртутный фонтан, который гармонировал бы с этим павильоном, с архитектурой, с Миро, с Герникой Пикассо. С тем языком этого павильона. Это считается, что это была одна из лучших выставок современного искусства в истории выставок. И, видимо, лучший павильон всемирных выставок когда-либо бывший. Причем, 1937 год – это тот же павильон, где рабочие колхозницы. Одна из самых мощных, видимо, была всемирных выставок, высказывания, модернизм против разных вариантов тоталитарных стилей. Павильон республиканской Испании был, видимо, самым мощным. И Калдер делает этот самый фонтан, делает его как свой мобиль, который еще действует на ртути. И еще в этот ртутный фонтан зрители кидали монетки, которые с ртутью, видимо, очень интересно взаимодействовали. Сейчас этот фонтан, по-моему, как раз в фонде Миро находится в Барселоне. Показывают его только из-за стекла, потому что это опасная штука довольно, ртуть. И, таким образом, Калдер оказывается еще и включенным в контекст ангажированного искусства того времени. Во время войны он, естественно, возвращается в Америку и в 40-е годы делает там как раз ответ на Миро. Миро делает свои созвездия, свои констелляции, а Калдер делает свои констелляции. Это констелляция, свои созвездия, но это созвездия с бомбой. Это созвездия, которые при всей своей умиротворенности, которая есть в Калдеровских работах, все равно отсылают к этой самой истории, которые действительно являются достаточно наглядным, трехмерным воплощением тех же самых композиций, которые созвездия у Миро. Продолжает делать всевозможные мобили, которые становятся, естественно, дико популярными, которые, как мы знаем, прекрасно входят в быт. Потому что, может быть, Калдер – это один из самых любимых народов, что называется, любимых широкой публикой авангардистов, потому что, я думаю, что у каждого третьего из нас когда-нибудь на кухне что-то такое висело или висит. Это то, что почему-то кажется невероятно привлекательным, симпатичным, френдли, и никогда не вызывает той неприязни, которую, как известно, часто вызывает современное искусство. Он получает массу заказов от музеев. Это одна из его первых больших мобилей, которые он делает по заказу Нью-Йоркского музея современного искусства, собственно, одного из первых музеев современного искусства в мире. Замечательные произведения, которые умеют населять мир, умеют создавать целую среду обитания, как бы тяготеют к тотальной инсталляции. Вот, собственно говоря, может быть, такой идеальной средой обитания для этих предметов была мастерская самого Калдера, которая на таком замечательном фоторепортаже. Работа, которая оказывается не формами в пространстве, а самим пространством, которое, видно, создаёт пространство вокруг себя, переливающееся, текучее, изменчивое, замечательно работает с тенями. Один из самых, работают с этим элементом случая, один из самых красивых, наверное, текстов про Калдера пишет в начале 50-х годов Жан-Поль Сартер, которому заказывают текст в каталог для Парижской выставки Калдера. И он пишет о том, что это действительно удивительная абстракция, что это то, что не пытается передать движение, как пыталась это передать фигуративная живопись или скульптура, а то, что захватывает его как ловушка, что это такие ловушки для пространства, что это работа, которая устроена, как и оловы варфы, которые питаются воздухом, что это работа, которая находится на полпути между механикой и жизнью, что у них есть удивительные свойства казаться живыми, потому что, в отличие от автоматов, они не повторяют одно и то же движение, они всё время двигаются по-другому, поскольку их движение непредсказуемо, они двигаются, и их движение как бы включает в себя элементы ошибки, как если бы этот мобиль начинал движение, откладывал его, исправлялся, что это всё то, как движется живое существо, что у них есть ощущение живого, что это изобретения, которые идут, однако, ближе не к механике, а к природе, и что вообще-то то, что делает мобиль и Калдер, оказывается для Сартура удивительным образом вообще природа как таковой, природа, про которую мы никогда не знаем, что она из себя представляет, слепое сцепление причин или следствий, или следование некому высшему замыслу. То есть, как бы, Калдер оказывается, работа Калдера и его мобиль оказываются апологией природы, что достаточно интересно для художника-изобретателя, для художника, который начинает как инженера, как механик, так, что это механика, которая абсолютно не является футуристическим идеалом машинной цивилизации, красоты, прогресса, а наоборот, это механика, которая позволяет увидеть красоту природы, которая позволяет создать среду, напоминающую природную среду, такую же непредсказуемую, такую же предполагающую зазерцание. Сартура говорит, что работы Калдера, мобили Калдера надо зазерцать, как море, их нельзя, как бы, на море нельзя приехать, увидеть его один раз и сказать, я это видел, надо рядом с ним жить. С этими работами тоже надо, видимо, жить рядом, поэтому они так прекрасно, в виде таких объектов для медитации, расходятся по домашним интерьерам, расходятся по музейным интерьерам, когда они там могут населять самые разные, там, музей Филадельфии, собственно, в родном городе его, этой династии скульпторов, публичным пространством, это 57-й год, одно из первых публичных его мобилей, это аэропорт Живки в Нью-Йорке, который заказывает ему для публичного пространства. У них могут оказываться неожиданные утилитарные применения, это сделано для университетской аудитории, где, собственно говоря, то, что решает акустическую проблему, но при этом является этим самым мобилем. Калдер работает со звуком, потому что все, что подвешено в воздухе, естественно, может издавать звуки, он работает со звуком и создает вот такое произведение, которое называется «Дирижер», и которое предполагает, что на нем действительно можно играть, как на музыкальном инструменте, и создает вот эти удивительные как бы мобили, как среду обитания, реагируя как почти природную, или вписывающуюся в природу, и как это выглядит в движении, мы посмотрим. Покажите следующий фрагмент, пожалуйста. И, естественно, это очень киногеничная работа, поэтому про Калдера было с 50-х годов, а очень много документальных фильмов, потому что очень хочется снять, как оно двигается. И это, причем не задокументировалось произведение, а снять как бы... Круто. Какое-то гениальное искусство. Вот в этом фильме 50-го года музыка, кстати, Джона Кейджа, написанная специально под эти работы. Это как бы и пранер. Тоже большого... ценителя случайности и случая музыки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok стать частью природного ландшафта, разврастание в природу. И еще что можно вспомнить, это одна из ранних живописных полотен Калдера, которая представляет стройку. И то, как представлены строительные эскаваторы и строительные леса на этой работе, как они вписаны в городское пространство, тоже, отчасти, напоминает то, как будут вписываться в городское пространство и его ставили. Это работа, которая почти никогда не вызывала возмущение, что на наших площадях стоит вот это страшное современное искусство. Действительно, работа, в которой есть ощущение дружественности, есть ощущение френдли, именно потому что они не выглядят как скульптура, а выглядят как вот эти самые прекрасные, полезные сооружения вроде мостов. У них нет ощущения монументальности, что это что-то, что поставлено здесь на века. В них есть, как бы они не возведены, в них замечательное определение кого-то, метафора, что они выглядят как самолет, который только что приземлился, а не как некое здание, которое здесь, как сооружение, которое здесь долго возводили. В них есть при всей их огромности ощущение воздушности, удивительным образом нет ощущения вот этой самой неподвижности. Калдер будет описывать, говоря о своих стабелях, будет почти повторять слова Мирона. Он тоже будет говорить про подвижность и неподвижность. Он будет говорить о том, что объекты могут казаться неподвижными, они могут казаться неизменными, но отношения, в которые они вовлечены, отношения с окружающей средой, с людьми, с автомобилями, будут все время другими, поэтому в них не будет стабильности. В них тоже есть движение, но это другое движение. Мы можем ощутить движение автомобиля и увидеть его, но мы не можем ощутить движение Вселенной. То, к чему принадлежат, то движение, в котором участвует стабиль, это движение Вселенной, это движение мироздания. Поэтому в них есть... И выглядят они как какие-то разделители движения, как разделители пространства. Пространство закручивается вокруг них, пространство движется вокруг них, поэтому в них нет ощущения неподвижности и монументальности. Они потрясающе гармонируют, конечно, именно с американской архитектурой. В Европе они не так прекрасно смотрятся в старых городских пространствах. И у них есть еще одно тоже достаточно важное свойство, когда они тоже предполагают движение, но это не движение самой скульптуры, это движение зрителя сквозь них. Для Калдара очень важно, что это работа, через которую зритель может пройти. Это работа, на которой, по идее, не возражал, чтобы на них можно было залезть, чтобы вокруг них можно было двигаться. Это абсолютно другое преосмысление, как скульптура может быть, как конструкция может пребывать в движении, даже не будучи кинетической. Это движение зрителя вокруг этой скульптуры, которую эта скульптура предполагает. Таким образом, Калдар, наверное, в какой-то момент оказывается близок к тому, что потом будет делать, например, Личерсера, что потом будут делать все скульпторы, работающие именно с пространством, а не с формой в этом пространстве. Спасибо.